Я читала стихотворение, я подумала, нет, я точно кого-нибудь рожу. И написала об этом Аля, она говорит, нет, ну ты подумай все-таки, может быть, это я просто мазохистка. Написала она мне об этом. Хотя, мне кажется, такое потрясающее стихотворение. И мы с вами завершаемся двумя песнями времен пандемии, которые сейчас, в нынешнем свете, слушаются совсем иначе, хотя для меня они, в общем-то, все равно по-прежнему актуальны. Хотя тогда они, конечно, воспринимались гораздо острее. Это стихотворение у Али называлось «Встреча», но в народе оно уже ходит под названием «Дельфины». Не стихотворение, а песня. Так, извините. Так, извините. В Венецианском канале лебедь спрашивает дельфина. Скажи, а зачем вообще ты решил вернуться? Ладно бы я, а ты такая махина, ты даже не можешь тут как следует изогнуться. Дело же вовсе не в чистой воде, не так ли? Скажи, а потом никому это не открою. Дельфин поднимает голову, и золотые капли тропят предзакатный свет, что твоя корона. Потом отвечает медленно, с расстановкой. Он давно уже не пользовался лебединым. Понимаешь, говорит он, сложилась благополучная обстановка, посещение этих краев было остро необходимо. Он чувствует, что язык стал неловким, вязким, как будто оттуда высосали всю силу. Бабушка говорила, что люди здесь носят маски, но бабушка говорила, они красивы. Бабушка говорила, здесь шум и говно, говорила, что здесь совершенно другие краски. Не сравнивай с ее рассказами, но здесь совсем по-другому. Разве что маски, но слышишь другие маски. Еще она говорила про запах, особый лучший на свете, такое, что унесла с собой в иными рыбы. Одна говорила, что воздух здесь пахнет рыбой и пахнет смертью. И он действительно пахнет смертью и пахнет рыбой. Бабушка говорила, когда почувствуешь запах, это я позвала тебя, приходи, родимый. Я услышал его и поплыл на запад. И теперь я здесь, как это, на лебедином. Лебедь, не дождавшись ответа, растерженно уплывает, шибит, что не так уж интересно, пока спасибо. Дельфин наклоняет голову. Бабушка снизу ему кивает. В воздухе пахнет рыбой. Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо.